Друзья, хочу представить вам душевного стримера с канала Гайфром Донецк. На его канале вы найдете многочасовые стримы по Mobile Legends, прохождение хоррор игр и приятного в общении стримера. Знакомьтесь, подписывайтесь, ссылка в описании. Мур, привет друзья, с вами Зверько. Очень давно просят гайды на стрелков Мию, Бруно, Лейлу, но проблема в том, что по тактике применения они очень похожи. Но раз уж вы просите, держите. Гайд на Мию. Давайте сразу к навыкам. Пассивка, ускорение. Каждая автоатака придает ускорение стрельбе на 8% длительностью в 4 секунды. Максимально можем ускориться на 4%, довольно неслабо. Пассивка позволяет особо не заморачиваться на скорострельности, что тут добавить, а нечего. Первый навык. Расщепленная стрела. Уже интереснее. Навык усиливает урон по основной цели и наносит часть урона по соседним целям. Это основной навык. Он позволяет комфортно сносить башни и отстреливать миньонов одновременно. А также хорошо себя показывает в групповом бою. Чтобы овладеть навыком, выстроите какую-нибудь фигуру из ботов и учитесь вставать так, чтобы задевать как можно больше. Вторичные стрелы, хоть и наносят немного урона, но на них действуют и криты и меч охотника на демонов. Также и вампиризм. Имейте ввиду, нажатие навыка скидывает первоначальный прицел и вам вновь надо будет нажимать на цель. Второй навык. Дождь и стрел. Не запускает дождь и стрел. Когда стрелы наносят урон 4 раза, противник замораживается. Что прикольно, так это действия по области. В массовый файт заряжать обязательно. Если к вам бежит ближник автоатакер, стреляйте дождем себе под ноги. И так вы выиграете себе секунду времени, поскольку сам навык наносит довольно мало урона. Против стрелка, когда один на один, лучше не применять. Потому что у навыка есть полусекундное время анимации. И если у вас фарм одинаковый, вас смогут убить раньше, чем получат заморозку. Также удобно этим навыкам чекать кусты. Ульта. Прячущийся убийца. Ульта почти очищение, разве что в оглушении не работает. Но снимает замедление и рут. А также дает невидимость на полторы секунды. Ускоряет автоатаку до 65%. И скорость бега также до 65%. Ульта удобна, чтобы догонять, отступать или выиграть время. Также благодаря скорострельности успешно применяется в атаке. Как дополнительный навык, удобнее всего заходит вспышка. Из эмблем лучше всего взять эмблемы стрелка с третьим перком на замедление. Давайте поговорим о сборке. У стрелков автоатакеров они довольно типовые. Стоит взять нож на лес. Но соло мы все равно слишком долго забираем лесных крипов. Лучше, чтобы вам помогали. Сапоги спешки. Дадут скорость атаки. Багровый призрак. Топовый предмет для фарма автоатакеру. Ярость берсерка. Наш минимальный шанс крита вырастает до 50%. И этого хватит. Когти хааса. Урон у нас возрастает с ростом стаков пассивки. И к середине схватки. Когда у нас снижается хп, мы получаем и бонус к атаке, и бонус к отхилу. Когти очень помогают выживать. Злобный рык или смертельный клинок. Тут выбираем от противника. Если очень достающий танк или бойцы. Злобный рык. Но чаще лучше брать смертельный клинок. Ведь здорово, когда вы исцеляетесь, а противник практически нет. Клинок отчаяния. Лучший предмет для завершения билда в урон. Тактика. А вот тут рассказывать особо нечего. Все типовое. Хочу сообщить некоторым товарищам. Мид предпочтительно отдавать тем персонажам, которые быстро чистят лес и способны метнуться на помощь другой линии. Мия с ее скоростью бега к таким не относится. Я бы советовал на ней топ-линию в совокупности с бойцом или танком-контроллером. Это позволит комбинировать контроль помощника и дождя. Первый навык используйте при любом удобном случае. Старайтесь добивать крипов сами. Это ускорит ваш фарм. А Мия, как и многие стрелки, раскрывается, будучи расфарменной. Что-то особого я добавить не могу. Поэтому заканчиваем. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!